Привет, друзья! Меня зовут Катерина, и я рад вас приветствовать в Школе Видеоблогера. Сегодня мы поговорим про самую вкусную нишу на YouTube – кулинария. Ответ на вопрос, кому подходит ниша кулинарии на YouTube, очень простой. Она подходит абсолютно каждому. Кулинарный канал может вести как ребенок, так и взрослый человек. То же самое касается пола. Есть множество примеров успешных кулинарных каналов, которые ведут мужчины, и множество успешных каналов с рецептами от девушек. Степень умения готовить, конечно, важна. Но если вы не умеете готовить и хотите научиться, параллельно снимая процесс самообразования на видео, то это тоже хорошая идея для YouTube-канала. Одним из плюсов, который привлекает такое большое количество авторов делать свои кулинарные каналы, это широкий спектр тем, на которые можно снимать видео. Можно снимать рецепты блюд различных стран, рецепты для детей, постное блюдо, вегетарианское меню или, наоборот, блюдо из мяса. Основная сложность, которую вы столкнете при создании своего кулинарного канала, это большое количество конкурентов. А раз вы будете конкурировать с таким количеством людей, то ваше видео должно быть идеальным. Должен быть хорошо выставлен свет. Видеоряд должен быть яркий и четкий, а звук приятным и без лишних помех. Ну и, конечно же, сам контент должен быть полезным и отличаться от видео ваших конкурентов. Перед тем, как зарегистрировать свой кулинарный канал, обязательно проведите анализ конкурентов. Посмотрите, какие ролики пользуются наибольшей популярностью и проанализируйте, какие стороны кулинарии до сих пор слабо освещены на YouTube. После этого определитесь с тематикой своего канала и продумайте название. Следующий этап работы над каналом – это создание контент-плана. Вы должны составить список минимум из 100 тем для будущих видео, чтобы уже на начальном этапе понимать, какой бюджет потребуется и чего не хватает для съемок. Не забывайте, что при составлении контент-плана важно использовать ключевые слова. Еще один популярный вопрос касательно ниши кулинарии – это как часто и сколько видео выпускать на канале. Желательно выпускать видео каждый день, а еще лучше три раза в день. Почему так? Все просто – ответьте себе на вопрос, когда люди смотрят кулинарные каналы. Ответ очень простой – когда они готовят или когда они кушают. Значит, и выпускать видеоролики на кулинарном канале нужно во время трех основных приемов пищи. Сегодня вы узнали, с чего начинается создание кулинарного канала. Более подробно про продвижение и оптимизацию кулинарных роликов смотрите на нашей бесплатной школе видеоблогеров. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Хотите получать уведомления о новых видео вовремя – нажимайте на колокольчик. Всем спасибо за внимание. Всем пока.